Метеор МК-3 К сожалению, бои будут проходить на карте подготовки к высадке на Хоккайдо Ну, вот только так получилось Другие карты нам были недоступны, кидал только сюда Что поделать, не увидим мы бои против немцев, против японцев Но зато мы увидим бои против довольно сильного сочетания самолетов Будут у нас Шотингстары и Биркоты, действительно ядерная смесь И мы здесь будем выживать и даже побеждать Как об этом чуть позже, ну а сейчас перейдем к перечислению наших плюсов и минусов И посмотрим, что же за самолет у нас в руках Ну и начнем с перечисления наших положительных моментов И первый это боевой рейтинг Боевой рейтинг очень неплохой, мы здесь себя комфортно чувствуем Хотя есть и проблема Проблема эта называется F-80C И вот тут ничего не поделать Шотингстары нас будут постоянно преследовать Мы будем от них уворачиваться, но, впрочем, обо всем по порядку И чуть позже мы поговорим, как же с ними поступать Ну а пока что идем дальше И следующий наш плюс это вооружение Четыре Хиспаны 20 мм с боекомплектом 780 снарядов Хиспаны расположены в носу, можно очень хорошо пострелять Все это полетит прямо, замечательно, без каких-либо проблем Ну и сам боекомплект простит нам даже неточную стрельбу Все-таки он довольно-таки большой Это яркая особенность метеоров И очень-очень приятная Что же касается маневренности Действительно, самолет крайне маневренный для реактива Что в горизонтале, что в вертикале Но про вертикаль надо помнить, что она съедает скорость очень и очень хорошо Так что не заигрывайтесь, иначе превратитесь в лакомый кусочек, который кто-нибудь да, сожрет У самолета также есть воздушный тормоз Что позволяет нам резко сбросить скорость и пропустить противника Либо просто сбросить скорость, чтобы как-то вот подойти к вашей цели Которая летит со значительно меньшей скоростью, без каких-либо проблем Ну или там, я не знаю, для того, чтобы сесть на небольшую площадку Это все вот нам позволит воздушный тормоз И действительно, вещь очень нужная и полезная По поводу прочности Она не имбовая, нам и крылья отрывают, и поджигают нас Так что здесь самолет вполне простой Но что касается скорости и ухода вверх, скажем так, превышения нагрузки на крыло Вот здесь самолет действительно показывает хорошие показатели Раньше они были не очень Ну а сейчас на скорости 800 км в час Рвем ручку на себя, и крылья уходят вместе с нами А они летят отдельно Это определенно плюс, и будем им пользоваться У самолета неплохой ролл, он нормальный И здесь каких-то вот прям негативных моментов с ним нету Хотя, казалось бы, самолет такой довольно большой Двухмоторный, и как-то вот ему рулиться было бы тяжело Но ничего такого нету По поводу скороподъемности Ну, она вполне адекватная И, по крайней мере, с теми же шутинг-старами у нас такой яркой проблемы-то и нету Прямо, что вот мы ну никак не лезем наверх, не климбим Другое дело, что когда мы лезем наверх, там всегда оказывается кто? Правильно, биркоты Вот, исходя из этого, здесь нужно понять, что не нужно лезть по прямой Мы на Метеории должны уходить в стороночку, климбить И вообще, по идее, мы должны находиться в стороне Этакий засадный полк И мы должны ждать Ждать, когда же заряжется бой Когда наши поршневые самолеты Ступят в бой с их поршневыми самолетами Туда обязательно прилетят шутинг-стары Начнется док-файт И вот к этому док-файту мы уже будем подходить И сносить поршневые самолеты Шутингов, скорее всего, вы будете просто отпугивать Они не будут вступать с вами в маневренный бой Все-таки шутинг в маневренном бою Это мертвый шутинг, скорее всего И действительно будете уничтожать по большей части поршни То есть разберете вместе с поршневыми вашими самолетами Их, биркотов, спидфайеров, девяток И тогда заживете уже хорошо У вас будет численный перевес Ну и там дальше уже нужно будет просто зажимать Вот этих вот F-80-х Которые носятся с дикой скоростью по карте Как ужаленные И их очень сложно ловить Ну а когда вас довольно много Их довольно мало Вот тут-то все и начинается самое интересное Зажали их, никуда они не денутся И добиваете без каких-либо проблем Вот самое основное лекарство Как вот здесь поступать, что делать В других случаях, если вы будете лезть по прямой Вас примут Скорее всего, если вы полезете как-то вот к биркотам Заклимбите, полезете к биркотам Скорее всего, вы маневренный бой сольете Попытаетесь убежать Там вас начнут уже догонять F-80-е То есть, и опять-таки Вы от них будете уходить на вираж Там будут снова догонять биркоты В общем, ситуация, я думаю, вам ясна и понятна Что ни в коем случае первому на Метеоре в бой лезть не стоит Вы машина такая вот Несколько для поддержки И действительно, вы должны находиться несколько в стороне Иначе, в общем-то, бой будет слит Потеряете Метеора В общем-то, команде вы никак не поможете Наоборот, усугубите все это дело Ну, а если сохраните и будете действительно активно кому-то помогать Глядишь, команда и вытащит Вот такая рекомендация Может быть, не каждый согласится с ней Но я этого и не жду По крайней мере, я испытал эту тактику на себе На мне она сработала Надеюсь, она и вам поможет По поводу наших минусов У нас есть два ярких минуса Это скорость у Земли Она всего 787 км в час Это действительно не самый лучший показатель И шутинг старый, понятно, что и отрываются от нас И догоняют нас Все это очень-очень печально Кроме того, флаттер всего лишь 820 км в час Вот как-то так Действительно, это не те показатели Которые ждешь от реактивного самолета Но вот они есть И тут никуда не деться Так что поаккуратнее Имейте в виду это И все у вас будет получаться Ни в коем случае не бегайте за шутинг старыми Это бесполезно От них бегать тоже бесполезно Ну и, конечно же, как я уже сказал Не влезайте в такие ситуации Когда биркеты вас будут Очень сильно сковывать в маневренности А шутинг старый Тут же не дадут вам от них убежать Это явная смерть Уйдете 1-2-3 раза Уклонитесь от атаки Но в конечном счете Вас сожрут Поэтому ни в коем случае В докфайты первыми не вступаем Что же касается закрылок Закрылки рвет на скорости Выше 400 км в час Поэтому поаккуратнее Лучше их приоткрывать чуть-чуть Если уж прям хотите Показать какую-то хорошую маневренность Приоткрыли, убрали Приоткрыли, убрали И тогда все у вас получается Ну что ж, все вводные даны Я надеюсь, вы поняли Что за самолет у вас в руках Ну и посмотрим, что же мы можем в боях Что мы здесь делаем Остаток высоты слит Я догоняю F-80 И пытаюсь его атаковать Вместо того, чтобы убегать Пикировать вниз Набирать скорость Он здесь замешкался Ну и за что и поплатился Первое попадание И есть Он сбит Ну, сам виноват Я праздную победу И разворачиваюсь В общем-то, нужно дальше сражаться Там еще один F-80 И на горизонте показывается Тандерджет Надо проатаковать Тандерджета Все-таки за шутинг-старом Бежать бессмысленно Не догоним А вот Тандерджета В лобовой Отстреляться за километр Руки в сторону Вполне возможно Но его сносит союзник А я разворачиваюсь В направлении Оставшегося противника Ну, здесь Были шансы Все-таки Снести F-80 Но я, правда Засмотрелся на другой самолет И здесь несколько Пропустил этот момент Довернул Развернулся Потерял скорость Ну и здесь уже, конечно же Стрелять Довольно-таки тяжело F-80 идет С очень большой скоростью Догнать его У меня вариантов нет Ну и стрельба уже Бессмысленно На этих расстояниях Тем более цель Маневрирует И вот надежда Только на Венома Который попытается Догнать И уничтожить Я набираю высоту И вам рекомендую В таких случаях Набирать высоту И следовать курсам Вашей же цели Тогда можно Где-то зажать И уничтожить К счастью Ф-80 Ну замечательно И мы летим Себе дальше Ну здесь Конечно У F-80 шансов Лобовой поменьше Чем у нас Все-таки там Браунинги У нас Хиспаны Так что Определенный плюс Здесь в этом есть Но опять-таки Я не рекомендую Ходить с лобовой Все-таки Нас очень часто Поджигают А если мы Зажглись То мы уже Не тушимся И еще один Ф-80 Носится как укушенный Ужаленный И в общем-то Догнать его Вариантов нету Моя кривая стрельба Может быть Надо было Где-то собраться Не расходовать БК А просто попытаться Его подловить Но в то же самое время Видно что он Летит корректируя курс То есть он видит Как летят мейтрассеры И уходит Но да ничего страшного Как я уже говорил Наша основная цель Помогать поршням И другим самолетам Коллективно бороться С отдельными целями Создавать численные преимущества И вот таким образом Выносить все самолеты противника А оставшийся шутинг старый Потом уже догонять Где-то зажимать толпой И уничтожать Так же как это вот Происходит и здесь Никуда он уже не денется И сейчас я его Отправлю в ангар И мы наконец-таки выиграем Да вот такой вот Самолет неоднозначно У нас в руках Не все с ним просто Он не имба Но в то же самое время Самолет кое-что может Ну что ж Понравилось видео Ставим лайк Подписываемся на канал Рекомендуем видео друзьям Я с вами прощаюсь С чистого неба И хорошего настроения С вами был BlackRose До новых встреч Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok